Климовичский район Восемь благоустроенных зон отдыха. Разработана экологическая тропа. Под охрану взяты места обитания животных, занесенных в Красную книгу. Барсука, малый выпей, черного коршуна, белоспинного дятла, коростелия, зимородка обыкновенного. Климовичский район В среднем на линию сортировки поступает 350 тонн ежемесячно. С этих 350 тонн мы перерабатываем и получается у нас 25 тонн. Это вторичных материальных ресурсов, которые мы передаем как на перерабатывающие заводы, так и на сбор. Все то, что ассортировано по видам, отправляется в цех до сортировки, укомплектованной тремя мощными прессами – механическим и двумя гидравлическими. Сюда же поступают вторичные материальные ресурсы из контейнеров раздельного сбора и закупленного населения. Месяц где-то у нас получается около 15, от 15 до 20 тонн это макулатуры, ну это еще вместе уже со всех источников. Около 5-6 тонн это пленки и отходы у полиэтилена. Пэт-бутылки тоже от 3 до 5 тонн. Эффективную работу линии сортировки и цеха в Климовичском коммунальнике заметили сразу. Выборка вторичных материальных ресурсов увеличилась в разы. В 2016-м предприятие заработало на их реализации 54 тысячи рублей. В первом полугодии 2017-го уже 24,5 тысячи. Экологический эффект тоже есть. Меньше отходов идет на захоронение, меньше сгрязняется окружающая среда. Эта зона отдыха в паре километров от Климовичей уже несколько лет пользуется особой популярностью и у местных жителей, и у приезжих. Благоустроенная территория, беседки, кострище, мангал, детская зона и спортплощадка. Здесь есть все и для активного отдыха, и для спокойного семейного пикника, и для проведения больших праздников. А еще года четыре назад кроме этой палатки не было ничего. Место выкупило частное предприятие «Гарант ТВ-сервис» и сделало из него маленький рай для туристов и отдыхающих. На перспективу мы хотим запланировать, если недалеко, местечко такое располагающее, поставить, чтобы можно было в зимний период пойти отдохнуть, приготовить, погреться, попить чай. Потому что, когда наступает сезон охоты, охотники заезжают в открытом небом, как вы знаете, и морозный, и холодный. Вот поэтому вот здесь будет построено вот такое небольшое дерево, кстати, сооружение. Вот там будет предусмотрен небольшой самовыревательный алимент. И вот, что можно обсушиться было, попить чай и кофе. Это место привлекательно еще и тем, что рядом с зоной отдыха есть потрясающе красивое озеро Лазовица. Принадлежит оно Климачскому ликероводочному заводу. Водоем этот – мечта любого рыбака. Рыба есть запускная, есть природная. Пускаем разную рыбу. Есть карп, есть амур белый, есть толстолоб, даже сом есть речной. В прошлом году запустили 200 килограмм форели. Иначе форель водится, и ей как бы вода нормально будет жить. Еще планируем запустить с удока. Рыбу отправляют в столовую и буфет предприятия, реализуют населением. На озере проводят соревнования по рыбной ловле. Это пока. Здесь планируют открыть платную рыбалку. Для любителей древнего промысла уже установили мосты-причалы. Кстати, возле водоема собираются открыть и торговую точку, где всегда можно будет купить свежую рыбку. Так что без улова не останется никто. Есть у завода и собственная пасека на 200 пчелиных семей. А как иначе? Климовичи всегда славились своим медом. Экологически чистый продукт идет и в производство, и в реализацию. Вот это и есть экологически чистый продукт – мед. Только что принесли пчелки. Храниться может хоть тысячу лет. Природа мудра. Все, что она создает, полезно для человека. Он – ее дитя. И забережные к себе отношения природа всегда ответит материнской любовью. Уютный коттедж, благоустроенная территория, беседка на озере. Это дом охотника Климовического лесхоза. Здесь останавливаются и местные охотники, и заграничные. Россияне, поляки. С охот-туром приезжали даже гости из далекого Кувейта. Наш дом охотника не только для охотников. Это вообще для всех желающих, которые хотят отдохнуть на лоне природы и полюбоваться красотой леса. В нем имеется три комнаты. Трехместные и одна двухместная. Кухня для самостоятельного приготовления пищи. Банкетный зал. У туристов и охотников, которые здесь останавливаются, есть отличная возможность не просто отдохнуть. Еще узнать много интересного о здешней истории и природе. От дома охотника начинается экологическая тропа, которую Климовический лесхоз когда-то разработал как учебную в целях экологического воспитания подрастающего поколения. Длиной она километр 700 метров. На ней находятся чем объекты? Это и муравейники, и окопы времен Великой Чественной войны, и усадьба Панашатского, и вековые дубы, сосны. Сегодня по экологической тропе может пройти любой желающий или прокатиться на велосипеде, увидеть красоту природы, узнать славную историю этого уголка климической земли. Несет свои воды старая река, рождает жизнь, хранит ее. А люди хранят реку. В декабре прошлого года постановлением Климовического райисполкома долина реки Остер была объявлена водно-болотным заказником местного значения. Сделали это в соответствии с государственной программой развития особо охраняемых природных территорий. Площадь заказника более 3000 гектаров. Начинается он от границы Российской Федерации и заканчивается на границе Кричевского района Могилевской области. Длина реки в пределах Климовического района – 46,5 километров. На территории заказника зарегистрировано 5 видов краснокнижных птиц. Это выпь малая, белоспинный дятел, коростель, зимородок обыкновенный и черный коршун. В долине реки нет промышленных предприятий, практически нет сельскохозяйственных объектов, как на территории Беларуси, так и России. Воды остера кристально чистые, как и воды уникальных климических карьеров, где лет 20 назад добывали мел и песок. Один из карьеров ярко-бирюзового цвета и больше похож на Карибское побережье Доминиканы, чем на Белорусский водоем. Феномен, созданный самой природой после ухода человека. Полюбоваться карьерами можно, а вот купаться нельзя. Все они очень глубокие, а потому опасные. На территории нашего района протекает 34 реки. Общая протяженность рек составляет где-то около 700 километров. Наиболее крупные реки – это большая река наша Сож, потом Остер и Ипуть. Всего на территории района еще имеется 26 прудов. Пруды в основном искусственного происхождения, созданные руками человека. Самый большой у нас пруд – это пруд в агрогородке Милославичи, водная гладива, 140 гектар. Как сказал Лао Цзи, чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий – она течет, плотина – она остановится. В четырехугольном сосуде – она четырехугольная, круглым – круглая. От того, что она так уступчива, она нужнее всего и сильнее всего.